Тёпа, ты поближе подойдёте. Вы так становитесь каждый раз, прямо далёко. Зачем так далеко? Поближе подойдёте. Вы далёко отходите, чтобы поговорить. Даже не слышите, понятно? Ну хорошо ли это? Раз в неделю, какие-то сведения услышите, а потом останься и поговори. У нас было так раньше. На Пасху мы куда-то собирались вместе, сохранились даже снимки. Сейчас ничего этого нет. Потом выезжали и постепенно это всё так зашло. Слово община, а общего-то только что пришёл, отмолился и скорее уже убежали по домам. Мы для кого живём-то? Для Бога. А через нашу жизнь люди узнают о Боге. Вот мне поступило такое известие. Она ушла или нет? Я не знаю. Я Нила Александровна. Мы как-то раздавали рыбу. Ну крупная-то мало. И маленько провели дальше. Захватили цветы. Люди-то разные. Вот повторяю. Разные-разные люди. И мы должны быть внимательны. Выдели её цветы. Снимите нам, покажите все её цветы. А что это даёт? В первую очередь внимательный слух. Второе уважение, почтение к тому, кто приходит к тебе. Он хочет это именно увидеть. Один держит свиней. Он говорит, я тоже держу. Покажи, как ты держишь, чем ты кормишь. А мы его пренебрежём просто. Да пошёл ты. Это не годится. У нас ничего не будет. Вот сейчас я прошу всех зайти к ней во двор. А цветах снимем. Я буду спрашивать. Что она не знает? Вы добавите. Такую красоту оставлять. Дальше осень. Она ушла. Зима и ничего нет. И нас не будет. А это остаётся. Повторяю, что смотрит не два человека. У нас просмотр 39 миллионов. Вы эту цифру маленько понимаете, что это две с лишним Москвы. После этого, сегодняшний день, его надо наполнить. Я разговаривал вчера. Я не вижу Никиту. Пасёт? Жаль, конечно. Андрюша, ты его можешь заменить на рыбалке? Сегодня? Сделать на сегодня. Потому что, я скажу, с 11 вот собраться здесь. Завтра-то, чтобы на руках была рыба-то, оно всё к делу подходит. Сделать на сегодня. Мы заговорились это дело. Если никого нет, я попрошу... Юрёма, ты можешь с нами пойти? Могу. Но приехать всем на машинах. Я посчитал 12 машин может выехать. 12. Две машины, представь. Это с 11, и мы в 11 встанем сюда. У нас двое. Елена приехала. Наша. Андрюша, а ты нашу газель можешь выгнать? Ну, кто поедет? Мне некогда сегодня. Сегодня воскресенье некогда. На воскресенье слово некогда должно умереть. Мы, я там скажу, как раз проповедь о рыбе, о лагах, которые есть. Некогда. Вы шутите с жизнью своей. В воскресный день и некогда. Ты скажи, я приложу все силы, спрессую время, чтобы только о Боге и быть вместе. Во сколько? С 11 до 12. Всё. Один час. За грибами можем ходить, рыбачить можем, сидим с удочкой. А собрать все вместе на один час. Вы увидите, что мы сделали. Сегодня меня озадачил наш один представитель. Подходит и говорит. Вот вы сделали, а там по краям на втором мостике-то бордюры. Это не годится. Надо сделать как везде дорога. Я гляжу, то ли помешанный, то ли что. Или вообще это совесть. Отец наш говорил, маленький был, с соплями сожрал. Вы одурели или что ли? Представим, что вот как на дороге есть так. Дальше самый маленький снежок. Туда переворачивается минимум три раза машина перевернется. Сюда не вылезешь, падает в воду. Давайте сделаем. Ни одного моста в мире нету, чтобы не было ограждения. Здесь нельзя поставить. Это ограждение. Вы молитесь, это Алексей сделал. Ни разу ни в чем не поможет человек дорогу строить. Хоть на песок дайте. Я все вкладываю сам. Еще два больших камаза привезти. Надо щебень. Дома сидеть не вылазить, а надо щебенкой. Один раз говорю. Не прошу, а говорю. Образумитесь. Соберите деньги на щебень, привезите, разложите по готовой дамбе. Этот человек раньше говорил, ну ехать невозможно такая узкая. Сейчас широкая, но все равно найдет, где подковырнуть. Надо вот так сделать. Ну ты же знаешь, что лед, даже задержаться в дальнейшем. Чуть-чуть ледок. Ты на дороге не остановишься. Ты чего городишь-то? Ты должен день и ночь молиться, что Господь позволил это сделать. Ограждение. И что, с ума сошли или что? На такой высоте убрать ограждение. А другого нет. А смотри, какие валик-то сделаны-то. Пройдет года три, она прорастет, она будет плотная, держать будет. Вы не играйте в жизни своей с тем, что другие делают. Я не делаю, а все-таки нахамлю. Я прошу, пожалуйста. Простите, кому не нравится. Но выведите машины, сегодня один раз выйдем. Вы вперед маленько смотрите. Пусть люди увидят, как можно жить общинно. Мне в Средней Азии пишут, я каждый раз смотрю. Мусульмане, непрерывно отзывы дают. А то где такое прекрасное место? А что за красота? Сколько деревьев, сколько цветов. Это какие люди там должны быть живут? А то люди не нам счета. Ирландия, Пакистан, Австралия, Япония отзывы дают. Видя то, что мы немножко успеем дать. Кончилось православие. Все на нас показывают. Нет, оно есть. С исполнением канонов. По красоте, по порядку. Одно крещение наше затмило. Все остальные крапления кисточкой показали. Мы вернулись. А что старобретцы? Староверы. Староверы сохранили крещение. С Никоновой реформы. 50 в лишнем течении без поповцев. Два священства. Белокринитское и Новозыпковское. Ну, теперь по-другому называется. Ни одного человека за 360 лет не мочили. А сегодня как? Победило это крапление, мочение. Крещения-то нету. До 30 лет рукополагают. По канонам священцу почти никого нет, начиная с патриарха. Мы доигрались, что мы не имеем права людям показывать на каноны, на Библию. А что ты с Библии носишься как баптист? Кто мы? Я вас прошу не о многом, а один час. Я больше заложил на дороге. Повторяю, что уже почти полтора миллиона зарыл в землю здесь. Я вас не упрекаю. Прошу сегодня на машинах выехать. И возьмите ведра, и кому сколько надо на завтрашний день, рыбу возьмете. Мы один раз пройдем, вы увидите, как это делается. Здесь сроду этого не было, чтобы за один заход полтора сантиметра вытаскивать рыбу. Сколько потеряек стоит, этого никто не видел. Вы поддержите сами себя. Я прошу к 11 вот сюда подъехать на машинах. Посадите там в своих ребятишек, возьмите. Один раз выйдем. И оттуда выйдем по трассе, один раз на ту сторону и медленно вернемся. Мы зарыли два столба с надписями 5. Я видел, как вы ездите. Под 60 километров жмут. А почему? Он видит бордюры. Знака нет. Ему нельзя сказать. Теперь знак есть. Мы все. На то, чтобы вам 5 километров проехать в это 253 метра, я замерил, примерно, требуется полторы минуты. Полторы минуты спасут тебе жизнь. Даже такой бордюр на скорости, если ты ударишь, ну что, насыпана просто земля. Даже не камень. Вот здесь бордюры на первом осике вам не сшибить. Из камня заложенные. Лоб расшибешь. Ну и сделали. Здесь непроходимое было, вы знаете. Там непроходимое. А сейчас посмотри, что есть. Здесь подняли практически Симаковский. Больше метра еще. Рано или поздно будет здесь рыба. Вопросы. Игорь, представьте две машины. Друзья, с 11 приехать туда, вы увидите, как ловится рыба. Я скажу там слово. Один час. Вам будет очень интересно. Мы все подготовили. Там такая работа проделана. Как весной, чтобы все не трогать. Как вода идет. Шлюзы еще дальше продлили. Работа очень большая проделана. Я повторяю, вот он уехал, ты говорил, печальное лицо. Он не может взять трактор. Бульдозериста нету. Хочешь, нанимайся. И мы просили. И у него нет бульдозериста. И тут Бог дал ас. По-другому не назовешь. 66 лет ему. Леонтип Алексей Лаврентьевич. И он за 7 дней сделал. Мне это обошлось 154 тысячи. Повторяю, потеряю. На дороге, на пруды ни копейки еще не было взято. И не прошу. Прошу один час. Один час. Для вашей души. Ничего не делать. Приехать. Побыть. Посмотреть. Порадоваться. Там минут 15. Показать, что мы сделали. Немного я скажу проповедь. И вы поедете домой. Еще раз повторить просьбу. Прошу вывезти все машины. Слышишь? Подъехать. Повторяю. Я не упрекаю. Но вы бьете в самую сердцевину. Если вот так вот, как вода скатывается. Вот здесь мы сделали. От первого до второго мостика. Больдзазирист тогда сделал. А была тут ямой. Сделали. И там так. Ну куда ты? За что задержишься? Ну ясное дело, что ты погиб. Вы должны день и ночь молиться, что мы бордюр сумели сделать. И благодаря вот этому человеку. Ему 66 лет. Так он уехал. А после этого жену взял и приехал еще нас попроведать. А все говорят. Это как же надо так говорить, что человек в 66 лет так сделал все. Нельзя было даже шевельнуться там, где он Симаковский делал. Половина гусеницы свешилась над пропастью буквально. Он говорит, я знаю как. Я встал перед ним, там заснято. Вот так стою, не пущу. Я сделаю. Я отошел, чтобы не смотреть. Он все сделал. Я разгладил так. Батюшка пришел, увидел, где была там взята земля. А земля как? Когда он раньше лет 50 назад бульдозер брал, а ему надо стенки. И между ними остаются как бы ребра. Он и ребра так и стесал. Он ничего не сделал. Как вы распределили, кому обед готовить. Здесь баня каждый день. Он уехал туда. Его нигде так не встречали. Вот что делает Господь Бог. И все говорят, что значит община. Прошу немного вывезти все машины. Пожалуйста. Андрюша, если можно, возьми газель. Все, прошу-то ничего. В 11 мы будем здесь. Мы перед ним пойдем, покажем, где сворачивать страсы. Вопросы? Елена, едешь с нами? Едет. Так, ребятишек взять, пусть они увидят. Там гальянов подбирать будут немножко где-то. Своими руками они увидят, где они живут. Это богатство. Богатство это вода. Впервые поселили журавли или там аисты. Первый год. Уток разных размеров. Попала утка в сеть. Подъехали, а она запуталась там. Но не глубоко было, и она сеть подняла. Взяли ее. Так она Володю за щеху уцепила. А Сергея за воротник потрепала. Да какая хитрая. Такая водоплавающая. У нее хвост не кверху. Нырковый называется. А хвост вот так туда. Она ныряет, даже нигде не всплеснется. И она сразу отпустили, когда распутали ее. Она нырнула туда. Я снимаю там, глаза повернул. А она вот так развернулась под водой. И там вынырнула и сразу спрятала. И до кустов доплыла. Понимаете? Вот во всем надо увидеть премудрость Божию. Прошу в отбор Глушковым зайти. Но это может займет минут семь. Не больше. И выехать. В одиннадцать. У вас две машины. Я посчитал двенадцать машин. Алексей. Давай.